Что происходит, когда преданный оставляет тело? А что касается преданного, к нему приходят вишнудуты, посланники Верховной Личности Господа. Они приходят, чтобы забрать преданного. Это зависит от их следующего. Но если они стали уже чистыми преданными, и они уже не примут рождение, они уже совершенны, то тогда вишнудуты заберут их к Господу. Если же преданный еще не чист, тогда вишнудуты возьмут этого преданного в следующую ситуацию, в которой этот преданный родится. И это, скорее всего, будет рождение в семье преданных. Для непреданных к ним приходят ямадуты и забирают непреданных к ямараджу. И ямарадж организуют таким образом, организуют для них наказание и подготовку к следующей жизни. и подготовку к следующей жизни. Интересный момент, что существуют две стороны у планеты ямараджа. Одна сторона светлая, она освещена Солнцем, а другая темная. И туда лучи Солнца не достигают. Если люди неблагочестивые, и большая часть людей являются таковыми, то тогда они отправляются на темную сторону. А там у них очень тяжелое время. Это реакции на некоторые из-за греховных поступков. Можно сказать, это некий опыт, который они получают, чтобы подготовиться к своему следующему телу, потому что суть в том, что, когда вы идете в свое новое тело, вы должны быть подготовлены к тому, чтобы быть в этом теле, каким бы оно ни было. Если вы получите более низкое тело, тело животного, например, то тогда вам нужно пройти подготовку для того, чтобы, когда вы попадете в тело животного, и вы рождаетесь в этом теле животного от матери животного, чтобы вы чувствовали себя полностью. Это я. Я для этого рожден, чтобы у вас не было никакого дискомфорта. И с этой целью вас нужно подготовить. Прабхабада говорит о том, что если они собираются родиться в теле свиньи, то тогда свиньи едят все, буквально все подряд. и даже иногда они едят испражнения. Позвольте мне рассказать одну историю. Однажды мы были на Радхакунде. и мне нужно было пойти воспользоваться туалетом. Иногда такое происходит. И там был публичный туалет, общественный туалет, что-то наподобие. что означает, что это есть такой небольшой наклон, и там построено некое сооружение, и там есть дыра, которая где-то на несколько метров уходит под землю. Вот это все. И я пошел туда. И неожиданно, будучи там, я услышал шум какой-то прямо из-под низа. Очень разные звуки издавались. Как будто бы кто-то кушал, и я посмотрел вниз. И там была одна из местных свиней. Я серьезно это говорю. И она просто набросилась найти испражнения. я не хочу смущать тебя. Несколько лет назад, когда мы еще ездили по Индии в поездах, путешествовали туда-сюда, это было очень даже приятно. и рано утром деревенские жители просыпаются и они идут в поля. Есть там специальные поля для мужчин и для женщин, где они испражняются. И они туда идут, и этим они там и занимаются. вся деревня выходит, не они. Не все сразу, сначала они, потом за ними другие. Я был свидетелем этого. Я видел, как свиньи кто-то сидит где-то там, вот вдали. и свиньи, они наблюдают, и они бегут потом. Они бегут на перегонки, чтобы каждая хочет первой успеть туда. Однажды я видел, там были две свиньи, они просто бежали на полной скорости, одна выбилась вперед. Она бежала так быстро того, чтобы опередить ту, которая бежала за ней. И она не могла вовремя остановиться и прямо врезалась в человека, который сидел в это время, испражнялся. И он отлетел просто в сторону. Поэтому на планете Ямараджа, на темной ее стороне, где людей готовят для следующего адского рождения, животного рождения, свиньи. Если они собираются принять рождение свиней, то тогда тамы заставляют есть рождение, потому что они находятся в человеческом состоянии сознания, и сначала для них это отвратительно, но их заставляют, заставляют, и больше ничего нет. и они постепенно развивают вкус к этому. Это вот те, кто попадает в Ямараджу, а преданные, даже те преданные, которые не продвинутые, такие преданные среднего уровня, если так можно сказать. когда они покидают свои тела, когда они умирают, к ним приходят Вишнудуты и забирают их. Не Ямадуты. Они не попадают к Ямараджу. С ними очень хорошо обращаются. И вы обнаружите это, это описывается в шестой песне Бхагаватан в истории об Аджамиле, что Ямарадж приказал Ямадутам, которые пошли за тем, чтобы забрать Аджамила и привезти его. Но в это время вмешались Вишнудуты и остановили их. И Ямарадж объясняет Ямадутам, никогда не подходите, даже не стойте рядом с Вишнудутами, не подходите к ним близко. Вишнудуты заботиться о них. Вишнудуты Вишнудуты